На встрече с председателем постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктором Лисковичем, которая проходила на прошлой неделе, говорили о многом. Среди звучавших вопросов должное внимание было уделено инициативе внести дополнение в положение о порядке организации финансирования трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время. Мы предложили внести определенное дополнение изменения в положение, связанное с временным трудоустройством подростков. И полагаем возможным, чтобы данные денежные средства компенсировали заработок несовершеннолетних непосредственно с 14 до 18 лет. Независимо от того, является подросток учащимся или нет, выпускник или нетрудоустроенный ребенок. Если эти изменения только ждут своего времени, то другие уже закреплены законодательно. С 1 марта этого года в Кодекс об административной ответственности несовершеннолетней включили ряд новшеств. Одной из основных особенностей нового Кодекса является закрепление приоритета профилактических мер воздействия перед наказанием. К несовершеннолетним штраф более двух базовых величин применить мы не можем. Есть еще одна особенность, если совершеннолетний в то же время не имеет собственного дохода, то есть не получает стипендию, либо заработка не имеет какого-то, а это возможно особенно в летний период, то и в таком случае штраф применить, как правило, нельзя. В таких случаях комиссия может вынести решение об освобождении от ответственности с применением к несовершеннолетнему предупреждения. Кроме того, могут быть вынесены меры воспитательного воздействия. В новом Кодексе об административной ответственности несовершеннолетних внесены некоторые новшества, направленные на оптимизацию административного процесса. К примеру, мы можем ограничить досуг несовершеннолетнего, то есть если не складываются отношения в семье, вместе с этим несовершеннолетний совершает правонарушение, мы можем ему на срок до месяца запретить покидать стены дома, допустим, в какой-то ночной период времени с 22 до 7 утра, допустим. Либо если несовершеннолетний совершает мелкие хищения, а такие правонарушения тоже, к сожалению, довольно чисты, мы можем вынести такую меру воспитательного воздействия, как принесение извинения. То есть несовершеннолетний должен будет пойти в магазин и принести извинения тем людям, которые понесли моральный и материальный ущерб. Начиная с 1 марта члены комиссии уже вынесли 15 вердиктов об освобождении от ответственности с применением предупреждения и вынесения мер воспитательного воздействия. И, как показала практика, такие меры дают положительный результат.